Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня я вам представляю пейзаж, выполненный сухой пастелью. Это вид степлохода, который шел из Казани в верхний услун. И по пути исследования нам повстречалась яхта, которая шла лишь на одном парусе и моторе. Обычно из-под горы на Волге поддувает сильный ветер. Но тут яхта шла на моторе только из-за того, что в пледе находится фарватер. А яхте, которая идет галсами, трудно перестроиться. Тем более, если из-под горы поддувают неожиданные порывы ветра. Мне этот сюжет очень понравился и я его решила запечатлеть. Рисунок я выполнила двумя пастельными карандашами и после приступила к дальнему плану. Дальний план нужно сделать очень мягко. Я не хочу ломать мелок, хотя стоило бы. Обычно такие большие плоскости выполняются всей плоскостью мелка. Ну и штрихами, в принципе, можно справиться. Просто это займет у вас больше времени. Это очень тонкий слой пастеля. Если вы оставите штрихи в фоне, то они могут создавать впечатление движения воздуха или даже порывов ветра. Я обожаю пейзажи с водой. А яхты особая моя любовь. Я решила поставить сразу светлые акценты, чтобы они впоследствии у меня не потерялись и не затерлись. Я их слегка обхожу. Далее я приступаю к прорисовке воды. Волга не очень бурная была в этот день. Камера искажает немного изображение. Тем более планшет стоит под углом. И у меня нет возможности отойти посмотреть на работу в целом. Так уж оборудовано мое рабочее место. Кое-где штрихами я добавляю рябину в воде. Где-то нужно растушевать пастель, чтобы она впоследствии не осыпалась. А где-то интересно смотрятся сами штрихи. Особенно если бумага ваша под слоем пастели дышит, просвечивает тон бумаги. Серый тон бумаги очень хорошо гармонирует с любым сюжетом. Хотя и серый бывает, теплых и холодных оттенков. В данном случае у меня холодный серый. В фильме вы слышите музыку нашей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok В воду я добавляю теплые оттенки. И приступаю к дальнему плану. Верхний услон имеет очень интересный рельеф самого склона. Мачту лучше сразу прорисовать, чтобы потом ее не затереть. Потому как на эту бумагу ложатся только тонкие слои пастели. Не всегда получается поверх нанести последующие слои пастели. Главное, чтобы дальний план у вас остался все-таки вдали, а не вышел на передний план. Поэтому нужно с ним не переусердствовать. Не было хоть в такую дымку, потому что на самом деле тут большое очень расстояние между яхтой и берегом. Да и яхта находится на приличном расстоянии от теплохода, на котором мы шли. Мне этот берег напоминает рыбу-кита из сказки «Конюк-горбунок» Ершова. На этой горе очень много построек, дач, садов. Очень красивое место. Если вы будете в Казани, по возможности совершите туда путешествие на водном транспорте. В самой верхней точке условно видно всю Казань, как на ладони. Добавляем рефлексов в яхту и чуть в отражение. И вновь перехожу к дальнему плану, прорисовывая крыши домов, в которых отражается солнечный рассеянный свет и, собственно, небо. Немного добавим фруктуры в гладь воду. И делаем узнаваемый яхт. Где-то добавляем тона. Вы можете не делать все эти канаты. Так как на листе пастель трудно стереть, тем более, когда уже проработан дальний план. Лучше чего-то не нарисовать, не досказать, чем испортить работу. Так как на листе пастель трудно стереть, тем более, когда уже проработан дальний план. Ставим автограф. Тут я решила уточнить детали яхты и камера у меня отказалась писать. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Териной.